МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал ЖТСО. Итоговый выпуск новостей в студии Лаура Байбачанова. И в начале выпуска коротко о главном. Респект малолитражкам. В октябре казахстанцев ждет повышение цен на горюче-смазочные материалы. Выбор современности. Жители Реймбекского района переходят на прием цифрового сигнала телевизионных программ. Очень умелые ручки. Конкурс мастеров прикладного искусства вызвал неподдельный интерес толдукурганцев и гостей областного центра. В области начал работу штаб по контролю за подготовкой к отопительному сезону. Напомним по графику, многоэтажные дома подключат 15 октября. Члены комиссии во главе с первым заместителем Акима области Махабатом Бегильдеевым проводят обезд главных теплоисточников области. Сегодня они побывали в городах Текилию-Штобе. Зима не за горами. Синоптики в этом году прогнозируют небывалые морозы. А впрочем, в домах будет тепло, обещают энергетики. Главный теплоисточник Текилии Кастинг-ТЭЦ обеспечивает горячей водой и теплом все 195 многоэтажных домов города. И, как заверили членов штаба, местное руководство проблем с отоплением не будет. Все ремонтные работы выполнены, паспорт готовности получен. По городу все объекты социальной сферы подготовлены, паспорта готовности уже выписаны, готовы. Уголь на всех объектах запасен. Для населения частного сектора работают тупики, уголь есть, в наличии обеспечены 100%. В центре внимания областной комиссии все до мелочей. Вопрос отопления особой бдительности. Первый заместитель Акима области Махабад Бегильдиев уточнил все нюансы и отметил, срывов быть не должно. А потому поручил энергетикам обеспечить двухмесячный запас угля на котельной и отработать график его поставок для населения. Впрочем, и этот вопрос в Текилии сегодня уже решен. Согласно проводимого мониторинга, подготовлен к отопительному сезону на 100%. Уголь здесь в количестве 175 тысяч тонн заключен договор с разрезом хорожера. Поставляется согласно утвержденного графика. Посетили члены комиссии Каратальский район. В квартирах у штобинцев в этом году, обещают тепловики, будет по-особенному комфортно. К запуску готовится новая котельная. Уже через неделю планируют ее пробный запуск. В понедельник, через неделю где-то, 12-13, мы приезжаем и рабочие комиссии принимаем все сосуды под давлением и так далее. И начинаем зажигать котельную пробный режим. Это 13-го до 15-го, чтобы у нас уже получился выход на рабочий режим в штатном варианте. Главная задача обоснованного штаба – провести тщательный контроль всех теплоисточников области в преддверии отопительного сезона. Напомним, стартует он по графику 15-го октября. И к тому времени, как заверили нас его члены, ни один из объектов не останется без внимания, чтобы сезон прошел без проблем, а зима, несмотря на прогнозы, была теплой. Наталья Хайменко, Самал Ашербекова, телекомпания ЖТСУ. Продовольственный праздник в Астане. Именно так астанчане прозвали традиционные ярмарки регионов страны в столице. С особым нетерпением ждут они у себя в гостях наших товаропроизводителей. Сельхозпродукция с благодатной землей ЖТСУ пользуется в столице повышенным спросом. В прошлом году длинные очереди выстраивались за знаменитым алматинским апортом, муштобинским луком, лепсинским медом и, конечно, закугалинским картофелем. Весь товар, а это по меньшей мере 450 тонн сельскохозяйственной продукции, разошелся в лед. Не иначе будет и на этот раз уверены аграрии области. В эти выходные в Астане пройдет сельскохозяйственная ярмарка Алматинской области. Продовольственный караван из 20 грузовиков уже отправился в путь. До отказа они заполнены товаром отменного качества. Участие в ярмарке принимает все районы и города области. И каждый намерен удивить жителей столицы разнообразием и качеством привезенной продукции. Главное, цены будут ниже рыночных, за что астанчане особенно благодарны сельхозтоваропроизводителям. Более 200 миллионов тенге, 72 наименованные товары везем, где-то около 300 тонн общим весом. Для жителей Астаны, от тружеников Семеречи, хотели бы, чтобы посмотрели, попробовали нашу продукцию. И цены приемлемые мы выставляем на этой ярмарке. Я думаю, это традиция ежегодная. Каждый область поддерживает. И наш область эти 3-4 числа будут торговать этой продукцией сегодня. В отличие от ярмарочных ценопродуктов, казахстанцев в октябре все же ожидает очередное повышение цен на бензин. В чем причина? Узнавала и расскажет моя коллега Асем Кощеголова в блоке экономических новостей. Асем. Спасибо, Лаура. Здравствуйте. Да, действительно, это так. Цена на бензин снова поднимается. И все потому, что отечественные нефтеперерабатывающие заводы повышают стоимость предоставляемых услуг. Подробнее далее. Согласно информации Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Казахстана, цена за переработку одной тонны сырой нефти с октября текущего года на Атыраусском нефтеперерабатывающем заводе составит 20 500 тенге. Это рост на 203%. А на Павлодарском 14 895 тенге, что составляет рост на 72%. Ожидается, что ставка акциза на бензин и дистопливо также возрастет в самое ближайшее время. Однако в то же время, по информации ресурсодержателей, стоимость дизельного топлива, возможно, останется на прежнем уровне. Аналитики сомневаются в том, что Жилстройсбербанк будет продан коммерческому инвестору. Однако в случае успеха этой приватизационной компании наиболее вероятным акционером станет Международный или Европейский институт развития. В самом банке ожидают, что новый акционер будет привносить только меры по дальнейшей эффективности работы. Между тем, этот финансовый орган продолжит свою социальную функцию, так как ежегодно будет получать субсидии от государства и выплачивать своим вкладчикам ежегодную премию. А вот некоторые аналитики считают, что банк с высоким социальным уклоном вряд ли привлечет коммерческого инвестора, если, конечно, схема его работы не изменится. В основном доходность сдерживается из-за обязательств по предоставлению дешевых кредитов. Так комментирует Сабит Хакимжанов, директор департамента исследования Халакфинанс. В настоящий момент правительством и холдингом БТРек определяются основные условия и параметры. Будет привлечен консультант, который определит наиболее оптимальные условия приватизации части пакета акций Жилстройсбербанк. И уже в ближайшие два месяца этот вопрос определится. Прибыль национальной компании Казмуна и Газ уменьшилась. Об этом стало известно из консолидированной финансовой отчетности организации. Чистая прибыль национальной компании в первом полугодии 2015 года составила 75 миллиардов тенге. Это аж в 4,5 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доходы Казмуна и Газа до учета подоходного налога с начала года снизилась в три раза. В свою очередь прибыль от основной деятельности компании за отчетный период уменьшилась до 64 миллиардов тенге. Добавим, что в 2014 году чистая прибыль организации также была меньше в 2,5 раза по сравнению с годом ранее. Это были новости экономики на сегодня. Далее передаю слово своей коллеге Лаура. Спасибо всем. А мы продолжаем выпуск. Вновь к новостям региона. Республиканская историко-этнографическая экспедиция Уладала Еле продолжает свое путешествие по регионам страны. Буквально вчера делегация края ЖТСО передала дневник экспедиции коллегам из Жамбылской области. Как мы уже рассказывали прежде, экспедиция, посвященная 550-летию казахского ханства, стартовала 11 сентября сразу по трем направлениям. Наша ветвь началась в Павлодарской области. Дневник членов экспедиции прибыл в Алматинскую область 25 сентября. С тех пор делегация нашего края побывала в разных районах, где участники путешествия ознакомились с историческими и культурными памятниками. Обо всем этом они поведали на встрече с населением, прошедшей на базе культурно-мемориального музея Акена Кенена Азербаева. В рамках передачи эстафеты для делегации из Алматинской области также была проведена экскурсия по музею. По итогам экспедиции будет организована выставка Ассамблеи народа Казахстана «Великая степь в потоке истории» в Таразе, а также издан трехтомный дневник с письменными комментариями участников. В течение пяти дней мы побывали в историко-этнографических музеях Алматинской области, познакомились с жизнью тех людей, которые внесли большой вклад в изучение края житцу, побывали в мавзеляях биев, и все это мы записали в дневник экспедиции. Теперь этот дневник передан Шамбылской области. В целом, главной целью экспедиции является собрать как можно больше информации о родной стране. Это один из главных шагов изучения истории своего народа. Сегодня один из особых осенних праздников – Международный день пожилых людей. Он отмечается ежегодно 1 октября по решению Генеральной Ассамблеи ООН с 1991 года. По традиции, на базе областного Дома дружбы состоялся праздник, посвященный старейшинам этнокультурных объединений. Уже на протяжении многих лет инициатором проведения такого мероприятия выступает Еврейский культурно-благотворительный центр «АВИФ». И в этом году данное национальное объединение подготовило участникам праздника полезные подарки. Впрочем, обрадовали бабушек и дедушек не только цветы, угощения и теплые пледы, но и замечательная концертная программа. В честь виновников торжества прозвучали известные и любимые многие музыкальные композиции, а творческие коллективы Дома дружбы подняли настроение исполнением зажигательных танцев. В целом, в этом году в празднике приняли участие около 60 ветеранов труда, внесших лепту в работу областной ассамблеи. Мы очень рады, что мы имеем возможность вот так вот пообщаться, просто посидеть в хорошей дружеской компании, спеть свои любимые песни, полюбоваться своим городом, который хорошеет с каждым годом. И, в общем, я хочу пожелать всех-всех людей старшего возраста всем добра, света, мира, самое главное – здоровья. С праздником старшего поколения, тех, которые вот строили нашу страну. И мы продолжаем сегодня вот свою энергию, свою любовь отдавать молодежи и воспитывать в духе великого патриотизма к любви Родине и гражданскому единству. В стороне такого значимого праздника не осталось и руководство областного центра. Сегодня в Талдукургане был организован благотворительный обед, куда пригласили более ста пожилых людей. Аким города Эрмик Алпысов поздравил гостей, пожелал им крепкого здоровья, долгих лет жизни. И отметил, что наши пожилые люди, несмотря на возраст, активно участвуют в жизни города, не оставаясь в стороне от насущных проблем, проявляют оптимизм и жизнелюбие. Этот день – дань уважения людям, отдавшим большую часть жизни и служению обществу, чья судьба отмечена добросовестным, честным трудом на благо нашей Родины и нашего города. На сегодняшний день в областном центре проживают 21 тысяча пенсионеров. Из них более 3,5 тысяч – тружеников тыла и 62 ветерана Великой Отечественной войны. Сегодня все пришли сюда с хорошим настроением, чтобы услышать поздравления в свой адрес, чтобы увидеться с друг другом, пообменяться мнением с руководством Акимата города. Мы живем в прекрасном городе Талдыкургане, он из года в год процветает, и мы рады, что здесь есть и плоды нашего труда. Когда-то мы тоже трудились и вносили свой посильный вклад. Начатая Россия, военно-воздушная операция в Сирии вызвала беспокойство в Вашингтоне. В среду на полях Генассамблеи ООН госсекретарь США Джон Керри в очередной раз встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, чтобы урегулировать возникшие разногласия. В Вашингтоне, в частности, недовольны тем, что уведомления об авианалетах получили лишь за час до их начала. Коалиция во главе с США наносит авиаудары по сирийской территории с прошлого сентября. Во избежание возможных инцидентов стороны условились проводить консультации по линии военных ведомств. Главное разногласие – вопрос о будущем президента Сирии Башара Асада. Москва утверждает, что в борьбе с группировкой «Исламское государство» нужно действовать совместно с сирийской правительственной армией. США опасаются, что под прикрытием борьбы с терроризмом Россия будет наносить удары по позициям противников Асада. 16 турецких рабочих, освобожденных из плена в Ираке, вернулись на родину. Турецкие граждане были отпущены на свободу в среду в иракском городе Басара. Затем их отправили в Багдад, откуда они вылетели в Турцию. В Анкаре бывших заложников встречал и вице-премьер Ялчин Ак-Доган, а также родные и близкие. Напомним, 2 сентября неизвестные люди в масках и военной форме ворвались на территорию стройплощадки Олимпийского спорткомплекса на востоке Багдада и увезли 18 турок в неизвестном направлении. Двоих турецких граждан отпустили еще 16 сентября. В китайской провинции Гуаньси произошла серия загадочных взрывов, в результате которых погибло 7 человек. Несколько десятков получили ранения. Взрывы гремели в торговом центре. Администрации поселка на автостоянке, в супермаркете и даже в тюрьме. Одно здание брушилось. Речь идет об уезде Лючена, юге Китая. Взрывчатка находилась в коробках скоростной доставки посылок. Сдетонировало 15 взрывных устройств. Китайские социальные сети публикуют многочисленные фотографии с места событий. Полиция довольно быстро определила подозреваемого. Сейчас он под арестом. О мотивах пока ничего не сообщается. Обзор новостей подготовлен по материалам интернет-ресурсов. Распространители и слухов о жвачках со спайсами в школах Алматы ищет полиция. В это время в Узкоминогорске началась ликвидация опасных торриконов. Об этих и других новостях республики расскажет наш корреспондент. Полиция Алматы разыскивает людей, распространяющих информацию в соцсетях о том, что в школах Южной столицы подростки раздают жвачки со спайсами. В сообщении приводились слова родителей учеников, которые рассказали, что в школе подростки бесплатно раздают жвачку сильным наркотикам, которые моментально вызывают привыкание. Также они рассказывают, что их дети якобы пригрозили распространителям жвачки полиции, после чего те скрылись. ДВД установили, что эта информация не соответствует действительности. В настоящее время оперативные подразделения полиции проводят ряд мероприятий с целью установления лиц, умышленно распространивших ложные сведения. В Узкоминогорске сделают воздух чище и поможет в этом экопроект стоимостью 800 миллионов тенге по ликвидации терриконов. Это искусственная насыпь, образовавшаяся в результате разработки подземных месторождений. Уже срезанная Черная гора высотой 64 метра. Ее содержимое из 26 компонентов тяжелых металлов покрыли суглинком, накопительным слоем, который препятствует поступлению загрязняющих веществ в атмосферу и грунтовые воды. Кроме того, на месте бывшего террикона провели земляные работы. Ученые посчитали, если раньше на каждого жителя города приходилось примерно по три тонны пыли в год, то сейчас это количество сократилось на 650 килограммов. Казахстанские моряки получат новое удостоверение. Документ международного образца в нашей стране изготовлен впервые. Теперь моряки смогут работать на судах заграничного плавания. Документ также позволит упростить миграционную и пограничную процедуру в случае захода казахстанских мореплавателей в иностранные порты или при увольнении на берег. К слову, в скором времени казахстанским судам будет открыт и доступ в Азово-Черноморский бассейн. До конца года планируется подписать договор между странами ЕАЭС о судоходстве. Документ предусматривает единые правовые основы. Это упростит механизм транзита для отечественного флота. Обзор новостей подготовила Семка Щеголова по материалам интернет-ресурсов. Другим темам. 1 января 2016 года в трех областях республики планируется отключение аналоговой сети телевещания. Алматинская, Жамбылская и Южно-Казахстанская области готовы к полному переходу на цифровое эфирное вещание. В связи с этим к получению высококачественного сигнала телеканалов готовится и самый отдаленный район Алматинской области – Реймбекске. С подробностями наш корреспондент. Маленькая жительница села Булехсаза Реймбекского района Жулдыс Жабсарбай очень любит смотреть отечественные детские программы. Вместе с героями мультфильмов учат английский язык. Вместе с героями телепрограмм учатся танцевать. Жулдыс также любит детскую программу телеканала ЖТСУ. Как говорит маленькая телезрительница, без голубого экрана в доме очень скучно. Люблю смотреть детскую передачу «Алакай-балакай». У нас очень хорошо показывает ЖТСУ и балапан. Вот и сейчас классный концерт идет. Отец Жулдыс Айджан Белеков тарелку от АУТВ установил сразу же. Как только в Казахстане появилось такое спутниковое вещание. И вот уже пять лет вместе со своей семьей наслаждается просмотром 45 телеканалов и слушает 8 радиоволн. Тогда, говорит он, приобрел антенну за 45 тысяч тенге. Теперь, конечно, дешевле. По мере возможностей все ставят спутниковую антенну. На сегодня уже 60% жителей АУЛа уже установили тарелки от АУТВ. Все мы хотим идти в ногу со временем, смотреть телеканалы с хорошим качеством. А аналоговые антенны – это ведь вчерашний день. Мы скоро купим спутниковую антенну. У нас она стоит 18 тысяч тенге. А пока вот смотрим телепрограммы по обычной. Вот сами видите, казахстанские каналы очень плохо показывают. И звуки нечеткие. Поэтому хорошо, что будем переходить полностью на цифровое вещание. Хоть и живем мы далеко от больших городов, но не собираемся оставаться на старой волне. Ведь все начали жить лучше. Соответственно, и условия себе должны создавать хорошие. Из 250 семей, проживающих в этом населенном пункте, уже больше половины смотрят казахстанские каналы с лучшим качеством изображения. На них равняются и другие жители, потихоньку приобретая нужную антенну. По данным акционерного общества «Кастелерадио», на сегодня количество абонентов национального спутникового телевидения ОТО-ТВ составило около 950 тысяч. Это означает, что около 4 миллионов казахстанцев наслаждаются просмотром отечественных иностранных телеканалов в цифровом качестве. Гульназ Мустафа, Асхат Мусабеков, телеканал ЖТСУ, Раимбекский район. Не проходите мимо, призывает полицейский. Нетерпимость граждан даже к самым мелким правонарушениям – цель очередного рейда. Стражи правопорядка на этот раз объясняли, что за нарушение норм закона по принципу нулевой терпимости предусмотрено наказание. Почти 47 тысяч граждан уже поплатились за мелкие нарушения, в числе которых выброс мусора, курение в неположенном месте и даже прослушивание громкой музыки после 11 часов вечера. Словом, выявить таких нарушителей сегодня довольно просто. Камеры видеонаблюдения представляют четкую картинку, на которой нарушители как на ладони. Только за пару дней проведения акции под око всевидящих камер с поличным попались почти полторы тысячи горожан. Многим пришлось ответить по всей строгости закона. Проводят полицейские и постоянное патрулирование территории. И здесь, как говорится, следы преступлений на каждом углу стихийной свалкой строительного мусора грешат предприятия города. Причем довольно внушительные собираются на территории промышленных зон. Ну а бытовой мусор можно встретить, лишь завернув, к примеру, на гаражи любого микрорайона. По каждому из таких фактов правоохранители составили протоколы. Виновникам даны конкретные сроки для устранения нарушений, иначе придется заплатить штраф или отвечать по закону уже в суде. На общую сумму было выписано штрафов свыше около 28,5 миллионов тенге. Также надо необходимо отметить о том, что в текущем году у нас также было задержано и привлечено к административной ответственности путем административного ареста сроком на трое суток и свыше. Именно вот из-за этих всевозможных стихийной свалки и другие правонарушения около 500 человек были административно арестованы. В центре внимания полицейских и злостные неплательщики штрафов. Сотрудники Коксулского района отдела полиции совместно с судоисполнителями и прокурорами намерены взыскать с нарушителей правил дорожного движения свыше 17 миллионов тенге. Именно столько задолжали местные лихачи государства. И как показали итоги специального рейда, у правоохранителей это неплохо получается. На сегодня почти 60% от общей суммы уже оплачено. Полицейские приводят забывчивым водителям веский аргумент. Неоплата штрафа вовремя влечет повторные наказания, вплоть до изъятия документов и постановки авто на штрафстоянку. Подобные рейды проходят на постоянной основе. В базе данных у полицейских вся информация о водителях. Число неоплаченных штрафов, их суммы и сроки погашения. В день в среднем составляется около 20 протоколов, а сумма оплаты за нарушение ПДД достигает 200 тысяч тенге ежедневно. Словом, такие профилактические рейды уже доказали на деле свою эффективность. А потому сотрудники полиции совместно с прокурорами района и судоисполнителями намерены проводить их на постоянной основе. На сегодняшний день в доход государства реально поступила сумма в размере более 9 миллионов тенге. Остаток незысканной суммы составляет 7 миллионов, около 7 миллионов тенге. Такие рейды мероприятий будут продолжаться впредь до полного взыскания административного штрафа. Серийные грабители продуктовых магазинов задержаны с поличным в областном центре. Накануне ночью в УВД Талдукургана поступило сообщение об обграблении магазина. Во время осмотра о местопреступления стражам и порядка выступил еще один вызов на телефон соседского присмотра, что грабят продуктовый магазин на соседней улице. Ночных грабителей поймали с поличным, когда те уже собирались уходить с дневной выручкой. В ходе расследования выяснилось, что задержанные лица ранее уже привлекались к уголовной ответственности по статье «Кража». Проникая в продуктовый магазин и путем отжима решеток на окнах или взлома замков, задержанные похищали денежные средства, продукты и спиртные напитки. Проверяется причастность их к другим преступлениям. Сейчас оба фигуранта взяты под стражу. Вещественные доказательства изъяты. В УВД по факту разбойного нападения начато досудебное производство. Подробнее. Ну, сначала мы сидели в кафе с моим товарищем, с девушкой. Потом разошлись, затем он мне позвонил, сказал, нужно съездить в сторону кутера. Подробностей не говорил. Мы сели на мой скутер, приехали. До улицы Чекалова доехали. Он сказал, остановись. Слез мотоцикл и пошел. Я у него спросил, ты куда? Он говорит, сейчас приду. Все, развернулся, ушел. Я стоял, ждал. Пока стоял, ждал, уже приехал наряд группы захвата. Все, я тогда сразу понял, что... Я тогда сразу понял, что он пошел в магазин грабить. Сначала хотели ограбить один магазин. Не получилось, там денег не было. Когда уже грабили второй, нас заряжали. Приехала группа захвата. Да, мы были в нетрезвом состоянии. Необычная выставка открылась в областной галерее изобразительных искусств. На протяжении месяца один из залов галереи будут украшать не только картины, но и работы народных умельцев. Курпе, куржены и расшитые бусами подушки. В честь открытия среди авторов был проведен конкурс «Атаба бада стере урпака аманат». На выставке прикладного искусства побывала и наша съемочная группа. Картина из войлока, обувь, одежда, курпе и сувениры. Выставка буквально пестрит разнообразием работ, представленных здесь. Народные умельцы города и области привезли на суд зрителей свои лучшие труды. Среди экспонатов уникальные музыкальные инструменты из дерева или вод, но очень длинный, куржин для подарков. Его изготовила Кумыс Мерекенова. Всю свою жизнь он занимается рукоделием. И надо сказать, такое увлечение имеет весьма практическую пользу. В августе месяц ученила своего первого внука. И до этого мне два месяца пришлось работать в потелице, можно сказать. Я шила около двухсот призов. Каждому гостю хотела, чтобы им было приятно. У меня были очень красивые призы. Сумочки, коржунки, стульчики, пинеточки. Ну, все было в ручной изделии. Все, все буквально. О каждом из мастеров, ставшем участником выставки, а вместе с тем и творческого конкурса, можно рассказать немало. Карл Гашалабаева создает удивительные картины. И этому учит школьников. Обучает рукоделию и Камиляу Марбекова. Ее занятия проходят на базе Дома дружбы. Идея собрать вместе работы таких талантливых мастеров, признаются организаторы, возникла давно. Выиграв грант отдела внутренней политики города Талдыкурган, городской совет ветеранов решил провести не просто выставку, но и конкурс. Первоначально планировалось, что проходить он будет лишь в масштабах города. Когда мы объявили этот конкурс, нам откликнулись из других районов. Мы их тоже приняли. Мы организовывали для того, чтобы показать наследие, наше национальное наследие, и чтобы наша молодежь знала, какие ценности, культурные ценности. И самое главное, они знали, что можно сделать все с рук. С выставки никто не ушел с пустыми руками. Участники конкурса получили от организаторов почетные грамоты, благодарственные письма и, конечно, подарки. Школьники же приобрели прекрасный опыт, не только посмотрев работы народных умельцев, но и получив от мастеров немало полезных наставлений. Надежда Белова, Габит Кадрахман, телеканал ЖТСОН. И к новостям спорта. Мы одна команда. В областном центре прошла встреча чемпионов мира и олимпийских игр с представителями инвалидного спорта, которые также добились больших успехов на международной спортивной арене. Это люди с несгибаемой волей и твердым характером. Ведь после всемирных игр физически здоровых атлетов на спортивных олимпийских аренах заменяют люди мужественного характера. Наши олимпийцы и пара олимпийцы стали символами страны, олицетворением силы духа и воли к победе, примером для подрастающего поколения. И те, и другие высоко поднимают флаг Казахстана на самых престижных мировых турнирах. На мастеров высокого класса равняются молодые юноши и девушки, а это способствует их массовому вовлечению в спорт. Именно такие встречи поднимает боевой дух спортсменов, придают дополнительную уверенность и вдохновляют на совершение новых спортивных подвигов. Такие встречи я был свидетелем в Болгарии, в Турции. Большое значение было для мобилизации и для одни, и для других. И по этой причине я поздравляю людей, которые сделают эту встречу, эту организацию. И желаю и на пара олимпийцев, и на нашей девочке, и на пятой группе успех на олимпийские игры в Реаде Женеру. Такой была информационная картина сегодняшнего дня. За развитием событий следите на телеканале ЖТСУ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин